Здравствуйте дорогие друзья, с вами Дроза Александр и это видео будет очень полезным тем людям, которые так или иначе связаны с интернет бизнесом, с интернет рекламой, те кто занимается таргетированной рекламой ВКонтакте и вообще людям, которые интересуются этой областью. В этом видео я хочу поговорить о том, как рассчитывать цену клика за один переход по рекламной кампании или по отдельно взятому объявлению. Значит, смотрите, мы сейчас находимся у меня в рекламном кабинете и давайте, пожалуй, я покажу на практике, как рассчитать цену клика. Смотрите, ну вот допустим, возьмем какую-нибудь одну кампанию, мы видим, что вот здесь потрачено, вот давайте я пролистаю так, чтобы вы видели. Значит, смотрите, здесь есть колонка потрачено, есть колонка переходы, ну остальные колонки нас сейчас особо не интересуют при расчете цены за один переход на наш сайт. Значит, вот потрачено 3788 рублей 43 копейки, переходов при этом было 772. Ну вот, соответственно, мы как должны рассчитать цену клика? Значит, просто берем 3788 рубля 43 копейки, делим на 772 перехода. И получаем, что один клик нам стоил 4 рубля 90 копеек. Если мы зайдем в эту рекламную кампанию, то увидим здесь много объявлений и по каждому объявлению тут какие-то цифры имеются, то есть переходы, показы, сколько потрачено денег и так далее. По каждому объявлению. И, соответственно, чтобы рассчитать цену клика по каждому объявлению, мы тоже вынуждены сидеть, считать все это на калькуляторе. Друзья, калькулятор, можете, в принципе, уже его, в общем-то, выбросить. Сейчас я вам покажу, как сделать так, чтобы автоматически рассчитывать вот эту цену клика и даже не беря в руки вообще никакого калькулятора и не задумываясь об этом. Смотрите, внимание, фокус. Я просто нажимаю одну кнопочку у себя в браузере и появляется колонка цена клика. То есть мы видим по каждому объявлению, что здесь, допустим, было 65 переходов, цена клика 4 рубля 74 копейки, потрачено 308 рублей и по остальным объявлениям точно так же. Здесь потрачено 137 рублей 33 копейки, был 31 переход и цена клика составила 4 рубля 43 копейки. Если мы это все, соответственно, посчитаем, 308, 27 делим на 65, как вот здесь, да, то и мы получаем 4 рубля 74 копейки. То есть, по сути, мы здесь видим сразу эффективность объявления. Вот, допустим, здесь видно, что 18 рублей обошелся один клик. Соответственно, мы это объявление просто останавливаем и оставляем только те, которые хорошо работают. Например, вот здесь хорошее объявление было 3 рубля 98 копеек, да, за клик и так далее. Что это за инструмент? Я уже предвижу, что вы думаете, как же я это сделал. Значит, смотрите, давайте раскрою вам фишку. Собственно, ради этого и записывалось это видео. Значит, я нашел просто тут во Вконтакте, в одном сообществе, которое я читаю, называется Target Plus, ну, как бы не рекламы ради, но просто вот здесь есть небольшая статейка по расширенной статистике. И я просто внедрил вот этот инструмент, который сам рассчитывает, по сути, статистику. Ссылку на эту статью вы можете видеть под этим видео. Я размещу там ссылочку, можете просто кликнуть, перейти, вот здесь все внимательно почитать. Тут небольшая такая маленькая статейка. И вот здесь описан вот этот инструмент, как им, собственно, пользоваться. Да, кстати, он еще умеет делать, знаете что? Если вы, допустим, рекламируете сообщество, ну, допустим, вот я недавно запускал тут небольшую тестовую рекламную кампанию на рекламу моего сообщества. И вот тоже решил, как бы, сделать. Если мы, как бы, зайдем сюда в рекламный кабинет, мы видим, вот, обычное, да, обычный вид. Тут вот видно, что переходы, показы. Если мы зайдем в объявление, то мы можем видеть, сколько было, допустим, вот я недавно совсем крутил, да. Здесь было потрачено 99 рублей, было 24 клика, то есть перехода, и 7 было вступлений в группу. Вот, соответственно, чтобы посчитать, сколько стоит один вступивший, да, так скажем, один подписчик в сообщество, нам тоже надо браться за калькулятор. Но если я, включая вот это вот приложение, то я вижу уже чуть-чуть другую картину. Вот, смотрите, я его включил, и сейчас я вижу следующее. Что здесь? Было также 24 перехода, было 7 вступлений, но при этом цена клика была 4 рубля 13 копеек. И так как было 7 вступивших на вот эти 99 рублей, один вступивший обошелся в 14 рублей 17 копеек. И конверсия во вступившего, так скажем, с подписчика получилось 29%. Вот, соответственно, вот этот инструмент тоже обязательно поставьте. Давайте я вам покажу, как его установить, потому что здесь в статье, я так понял, не всем понятно, как установить. Давайте покажу. Смотрите, здесь написано, как пользоваться. Так, качать ничего не надо, мы просто берем, смотрите, создаем закладку в браузере. В URL вставляем вот этот код, давайте я его скопирую. Код, кстати, можете взять тоже ниже под этим видео, либо в этом, либо вот здесь вот в статейке, если кликните. Значит, я копирую вот этот код первым делом. И нам необходимо просто создать закладку в нашем браузере, чтобы, соответственно, включить этот скрипт. Здесь вот написано, что теперь на любой странице рекламного кабинета нужно просто нажать на эту закладку, сработает скрипт и появятся вот эти вот все нужные столбцы, все будет рассчитываться. Так, как это сделать? Ну, допустим, у меня сейчас браузер Google Chrome. Я иду просто вот сюда, иду в закладки. Субтитры сделал DimaTorzok Так, и как же сделать вот эту вот непосредственно закладку? Мы просто это копируем, вот этот код, вот этот код, который здесь вот представлен, мы его просто берем, выделяем, копируем. Теперь нам необходимо создать закладку вот с этим содержимым. Мы просто нажимаем вот здесь, идем в закладки. Здесь, так, ну, к сожалению, на видео не видно. Давайте я вот так сделаю, чтобы вы видели. Закладки. Диспетчер закладок. И нам необходимо добавить новую закладку. Ну, вот у меня здесь она уже есть, но давайте я здесь тоже добавлю. Мы правой мышкой просто кликаем. У меня браузер сейчас Google Chrome. Как делается в других браузерах? Ну, я думаю, аналогично, и вы тоже разберетесь. Добавить страницу вот здесь нажимаем. Так, название. Ну, допустим, подсчет клика, к примеру, да, там, в ВК. Здесь URL, просто вставляем то содержимое, которое мы скопировали, и все. Теперь вот эту вот, непосредственно, вот эту закладку мы можем там поставить, например, вот сюда. Вот, допустим, просто берем, перетаскиваем, скопируем вот сюда, чтобы она вот здесь отображалась. Вот она вот, подсчет клика ВК, да. Либо там можно добавить, знаете куда, если вы не пользуетесь кнопкой, «Домой», да, не когда вот главная страница, можете туда добавить. Это делается тоже довольно просто. Мы идем в настройки нашего браузера. Так, настройки. И вот здесь вот показать кнопку «Главная страница», «Изменить». И вот сюда, соответственно, следующая страница, вставляем вот то содержимое, ну, вот этого скрипта. Нажимаем «Окей». Все, теперь, теперь, смотрите. Вот, мы снова попали в рекламный кабинет. Мы просто нажимаем либо вот эту вот закладку, которую мы создали, просто ее нажимаем и все. Теперь у нас будет вот показывать, как, собственно, нужно. Если мы будем кликать по другим, как бы, рекламным кампаниям, она тоже будет все рассчитывать сразу же. Если я обновлю страничку, то это все, к сожалению, пропадет. Но здесь это может быть такая небольшая недоработка, я думаю, может быть, сделают потом. Тем более, бесплатная фишка, я думаю, грех не воспользоваться. Что ж, вот используйте эту штуку. Она вам точно пригодится в вашей, так скажем, рекламе. Поэтому, если вы хотите узнать больше и научиться профессионально делать рекламу из ВКонтакте, то рекомендую обратить внимание на мой мастер-класс, который называется «Таргетинг инструкции по применению». Полное описание этого мастер-класса вы можете видеть по кнопке под этим видео, если вы смотрите это видео на блоге. Либо, если вы смотрите это видео на YouTube, то в описании к этому видео, соответственно. Просто кликните на эту ссылку, перейдите и увидите описание. Там будет небольшое видео, в котором я рассказываю, что этот мастер-класс дает, для чего он и для чего вам стоит его посмотреть. Специальное предложение для читателей моего блога и YouTube-канала. Вы можете получить скидку 200 рублей дополнительных на этот мастер-класс. То есть, приобрести его всего лишь за 100 рублей вместо 300. Только единственное, что данное предложение действует только до 14 сентября. Поэтому поторопитесь и воспользуйтесь этим предложением. Что ж, спасибо за внимание. С вами был Гроза Александр. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok